Ренат Галеев уже долгие годы пытается добиться окончания ремонта. Дело в том, что жители дома Сюмбике 79 дважды в неделю остаются без горячей воды. Изношены сети водоснабжения. Эта проблема не ограничивается только тем, что вы видите вот здесь. Тут происходило, значит, затоп подвала. Было парение, запотевали окна жителей первого этажа. Видимо, проблемы были и в подвале. Раз коллекторы или трубопроводы в плачевом состоянии находились, значит, это касается не этого короткого участка, а на протяжении всего. Скорее всего, по нашей информации, начиная от СТП вот этого с синими воротами до подвала. Раньше этот дом был образцово-показательным, рассказывает мужчина. Перебои с горячей водой случались редко. Теперь ежегодно люди наблюдают ремонт трубопровода. Этот двор уже давно напоминает зону боевых действий. Только вместо воронок здесь траншеи и много грязи. Увы, для жителей это уже давно стало нормой. Из-за бесконечных работ дети остались без игровой площадки. Мы находимся на территории шикарнейшей детской площадки, где уже только, наверное, осталось в истории, когда я помню момент, когда прогуливали нормально детей. Вот посмотрите, что сейчас происходит. На данный момент это уже в течение последних трех, четырех или пяти лет периодически. Вот такая площадка, как вот дети должны здесь гулять. Но не могу сказать даже, не видим здесь ни травиночки, не успевает трава даже прорасти. Проблема изношенности сетей водоснабжения в Нижнекамске стоит остро. В этой канале нам рассказали, чтобы ее решить, нужны федеральные средства. И этот вопрос обсуждается. На данный момент служба ведет ремонт своими силами, чтобы свести к минимуму все неудобства. В настоящее время произведен капитальный ремонт части трубы. Но дефект очень сложный, и поэтому данного ремонта оказалось недостаточно. В настоящее время идет подготовительная работа для дальнейшего ремонта сетей водоснабжения по улице Сюмбике. Мы стараемся все делать быстро. Вот только жители дома ждать устали. Они намерены обратиться в прокуратуру с коллективной жалобой, а далее в суд. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.